Современная торговля предлагает практически все виды овощей и фруктов, но их выращивание на своем приусадебном участке по-прежнему актуально и востребовано. А необходимые знания и практические навыки можно приобрести на уроках технологии. Школа дает не только крепкие знания, но и умения, бесценные во взрослой жизни. В 28-й средней школе, расположенной в станице Анастасиевской, большое внимание уделяется владению земледельческой профессией. Здесь есть все условия, чтобы научиться, к примеру, выращивать прекрасные розы. В школьном дворе разбит отличный розарий, за которым ухаживают учащиеся под руководством опытного педагога. Цветы высаживаются черенками. Прелесть этого метода в чем заключается? Потому что сохраняется внешний вид куста полностью, количество лепестков, форма бутона. Вот сейчас мы видим, что девочки убирают корневую поросль. Корневая поросль бывает только у роз привитых, а те розы, которые мы методом черенкования посадили, ни у одного куста нет корневой поросли. То есть это и красиво, и это очень экономично. В школе есть фруктовый сад, где ребята обучаются уходу за деревьями. Преподаватели – люди, знающие и увлеченные. И они стараются передать свою любовь к земле детям. В теплице уже созревает хороший урожай огурцов. В феврале месяце посадили стаканчики семена, вели наблюдения, делали запись ученики. В конце марта высадили рассады. Сорт атаман экспериментальный. Сорт огурца мало распространенный на Кубани. Очень вкусный. Вот у нас что получилось в итоге. В ближайшем будущем здесь будут посажены ягодник и виноградник. Как бы далеко не шагнула техника в сельском хозяйстве, овощи с собственной грядки или плоды с дерева во дворе всегда будут нужны. У них особый вкус и ценность соизмеримая с вложенным трудом. Поэтому не случайно уроки технологии, прививающие любовь к земле, очень популярны у юных анастасиевцев. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа События.